Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Бодрствуйте и молитесь! Такой призыв Христа мы слышим в Гефсиманском саду, направленный к его апостолам. Но этот призыв направлен не только к апостолам, но и ко всем нам. Что такое молитва и как человеку начать молиться, если он никогда этого в жизни не делал? В этом вопросе нам сегодня поможет разобраться наш гость, клирик Кафедрального собора в честь иконы Преста Богородицы Умиления города Новокубишевск, Отец Андрей Плеватец. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Отец Назарий! Здравствуйте, братья и сестры, все, кто нас смотрит! Отец Андрей, что такое молитва? Молитва. Молитва – это разговор души и сердца с Богом. Молитва – это не набор слов современных или же старинных, а молитва – это именно диалог, диалог с Богом в нашей душе, в нашем сердце, как я уже сказал. И если мы обращаемся к Священному Писанию, к книге Бытие, то мы видим с вами, что по сотворению Адама и Евы общение происходило с Богом лицом к лицу. Они могли видеть Бога, Бог видел постоянно их, и происходило непосредственно общение, ежедневное общение, а может быть и ежечасное общение с тем, кто дал им жизнь. Но, к сожалению, по грехопадению, по нераскаянности людей, изгнания их из рая, уже будучи на земле, Адаму и Еву приходилось обращаться к Богу, которого они уже не видели. И первыми молитвословиями, которые могли возноситься, происходили во время так называемых богослужений, первых богослужений, когда приносилась талинная жертва, будь она кровная, либо бескровная. Далее Господь уже, когда число людей возросло на земле, дает им совершенно иное указание, дает им указание о том, чтобы они в определенном месте молились. Это мы знаем, опять же, из книги «Исход». И, соответственно, доживя до наших времен, когда действительно иудаизм перерос в христианство, если можно так выразиться, и христианство начало набирать обороты, то мы с вами знаем о том, что действительно молитва стала существовать как келейная, то есть моя личная молитва и молитва общественная, которая происходила в определенных местах для молитвословий, будь то храмы, монастыри, соборы, часовни и даже кладбище, где и молились первые христиане. Поэтому молитва для нас, конечно, это в первую очередь общение, но общение именно с Богом как с личностью, не с абстрактным каким-то понятием или представлением, а именно с Богом как личностью, с Богом, который воплотился, с Богом, который жил на земле, творил чудеса, с Богом, который воскрешал мертвых и проповедовал, с Богом, который был поруган и распят, а после воскрес и вознесся на небеса, вернувшись туда, откуда он пришел. Говоря о молитве, можно сказать, что действительно молитва – это сакральный момент для человека. Ведь сказано в Писании «Сыне, дай мне твое сердце». Сказано в Писании, что где сердце ваше, там и сокровище ваше. То есть молитва, она по сути формирует между человеком и Богом определенные взаимоотношения, подобно тому, как мы имеем общение между людьми, будучи на работе, в местах учебы, либо же дома, или же находясь в храме, так и мы выстраиваем отношения свои с Богом. И, соответственно, молитва, она становится именно во главу угла христианской жизни, становится камнем, на котором человек созидает свою духовную жизнь. Поэтому и святитель Игнатий Бринчанинов, епископ Кавказский, и святитель Феофан Затворник говорят о том, что молитва есть матерь всех добродетелей. То есть если человек учится молитве, именно учится не просто читать, проговаривать слова, пропивать их, а учится молиться от сердца искренне, честно, благоговейно, со страхом Божиим, то и Господь человека наполняет благодатью. И уже благодать начинает менять в человеке мировоззрение и помогает бороться со грехом. Да и по сути та благодать, которая касается сердца человека молящегося, она воскрешает его от сна греховного, выставляет его. И в этом состоянии человек действительно начинает ощущать любовь Божию. И именно любовь Божия становится путеводной звездой в жизни человека. Поэтому если говорить именно о молитве, то, наверное, именно такие слова можно применить к этому понятию. Если говорить кратко, не абстрактно. Андрей, вот вы сказали, что молитва – это общение человека с Богом, и это общение мы можем назвать диалогом. То есть молитва – это не монолог, не то, что просто сам один человек произносит, но диалог. Соответственно, диалог подразумевает и ответ с противоположной стороны от собеседника, то есть ответ от Бога. В чем проявляется этот диалог? Потому что если человек встанет, просто, например, перед иконами, или обратится к Богу, Господи скажет, помоги мне. Слушай, вроде ответа нет. В чем тогда проявляется этот диалог? То есть, может быть, ответ есть, но его как-то надо по-другому услышать? Или здесь какой-то другой смысл в этом кроется? Почему именно диалог? Наверное, для того, чтобы услышать Бога, необходимо быть очень внимательным человеком, в первую очередь, к самому себе, потому что Господь дарует нам заповедь о любви. Говоря о любви к Богу, Он говорит, возобей ближнего своего, как самого себя. То есть, а любовь к самому себя, она тоже заключена именно в том, чтобы действительно наблюдать за собой, за своими действиями, как сказали бы в психологии, делать самоанализ. И порой этот самоанализ, он довольно-таки глубок. То есть, ты понимаешь, насколько ты греховен, насколько ты немощен, то есть, бессилен перед действием греха, насколько ты бессилен перед теми или иными обстоятельствами в жизни. И вот это понимание своего бессилия, по сути, и рождает два пути. Либо один путь – это отчаяние, либо другой путь – действительно обращение умом и сердцем к Богу. И вот тогда действительно происходит диалог. Ты обращаешься к Богу, вроде бы от тебя идет монолог, от тебя идут отдельные слова, Господь тебе не отвечает. Но когда ты по-настоящему смиришься, когда ты по-настоящему ощутишь Бога в своем сердце, ты слышишь ответ Божий на свои вопросы. И ты понимаешь, что ключом к пониманию этих ответов является как раз именно твое сокрушение сердца, твое смирение, страх Божий, благоговейные чувства. И вот эта устремленность к Богу, она как раз и основана на этом страхе Божьем, на благоговей, на этих добродетелях, которые зарождаются в душе, она является ключом как раз к молитве. Поэтому, когда люди, бывает, что берут на себя какие-то большие правила, берут на себя акафисты, каноны, не посоветовавшись со священником, которых и знает, получается, что человек просто произносит слова действительно в пустоту. Но бывает и такое в практике христиан, что действительно, обращаясь к Богу и прочитав теряны акафисты во время каких-то скорбей, искушений, моментов отчаяния, в конце Господь тоже действует. Именно за усердие, за устремление человека, за его ревность, Господь дарует ему внутренний ответ, внутреннюю тишину, внутренний покой. И человек, успокоившись, понимает, что к чему. Получив ответ, он уже получает такое некое внутреннее удовлетворение от своих просьб. Но еще один важный момент. Когда мы что-то получили, мы не должны забыть о том, что Господь ждет от нас благодарности. Он ждет благодарности не как эгоистичный ребенок или эгоистичный родитель, а Он ждет благодарности как любящий отец. Он хочет, чтобы между нами была настоящая подлинная любовь. А вот этому уже нужно учиться. Дисандрий, хотелось бы все-таки более сосредоточиться на моменте понимания ответа от Бога. Из того, что вы сказали, я так понял, что речь идет о каком-то внутреннем ответе. То есть это либо какие-то эмоциональные переживания, либо, как вы сказали, тишина, покой. То есть каким образом этот внутренний ответ от Бога человек получает? Как вот это понять, что это действительно ответ от Бога, а это может быть не твое какое-то самовнушение? Я понимаю, что этот момент такой все-таки он внутренний для каждого человека. Но вот как в этом разобраться? На мой взгляд, по-первых, конечно, когда человек только начинает молиться, и благодать касается его сердца, умиротворяет его, умиротворяет не в силу того, что человек избавился от греха, а в силу того, что человек только начал борьбу со грехом, Господь действует явственно. Человек ощущает внутреннюю любовь, ощущает мир, ощущает благоговейный страх, он боится потерять Бога. И вот тогда начинаются поиски именно того, каким образом сохранить себе это состояние. Поэтому, наверное, ответом Бога на наши просьбы является именно вот эта внутренняя умиротворенность, наполненность сердца любовью. Как говорил Иоанн Златоуст, чтобы отдавать что-то, чтобы совершить заповедь Божию, необходимо, чтобы человек был наполнен, как сосуд, был наполнен божественной любовью. Но чтобы сосуд этот был наполнен, ему необходимо, опять же, открыться Богу, довериться Богу. То есть доверие стоит во голове, опять же, угла взаимоотношений с Творцом. И если мы доверяемся Господу, если мы действительно готовы довериться Христу, то и Господь действует любовью на нас, дает нам ощутить эту любовь. И действительно проходят обиды, проходит, отступает страх, отступает уныние, отчаяние, отступает тревоги. По сути, отступает страсти. Тому как именно индикатором того, насколько действительно человек живет духовной жизнью, христианской жизнью, является действие наших страстей. Если мы ощущаем постоянное давление страстей, будь то обиды, злоба, гнев, раздражение и так далее, это говорит о том, что, конечно, мы в первую очередь за собой не следим, а во-вторых, не храним в себе молитву, вот это Бога общение. Вроде бы мы обратились, получили ответ, получили просимое, но в благодарность не стали следить за собой, не стали вести борьбу со страстями, с грехом. И получается, что действительно Господь нам ответил, а мы снова и снова закрылись от Него. Тема благодарности, конечно, в молитве, она очень важная, чтобы человек научился Богу благодарить, но перед тем, как человек научится благодарить Бога в молитве, было бы хорошо, вообще бы, в принципе, человека научиться молиться, потому что для многих людей это задача, то есть как вообще мне начать молиться, как мне говорить с Богом, потому что человек приходит, например, к священнику, священник ему говорит, что нужно молиться, человек говорит, а я не умею молиться, я не знаю никаких молитв, я вообще не понимаю, как это все делать. Вот как быть человеку новоначальному, который никогда не молился, который не знает никаких молитв, как ему начать молиться, как ему вступить в этот диалог с Богом, чтобы Господь ему ответил, чтобы он внутри получил как раз-таки вот это свидетельство, о котором вы говорите, свидетельство того, что Господь его прощает, что Господь дает ему свою благодать, укрепляет его внутренний мир и покой, и как бы вот такой вот войти ему в отеческие объятия Бога и почувствовать действительно всю силу божественную на себе через молитву, как человеку, который никогда этим не занимался, к этому прийти. Что ему делать? Ну, честно говоря, конечно, это вопрос очень-очень непростой, потому что очень многое зависит от того, насколько мы действительно готовы сами услышать Бога, то, о чем мы говорили вначале, да, насколько мы готовы Богу свое сердце открыть. Но недавно был случай, когда мне позвонил наш прихожанин, прихожанка, об излечении человека, и суть была в том, что человек находился в подавленном состоянии. Я посоветовал взять в руки молитвослов, прийти в храм и прочесть Акафист Господу, слава Богу, за все. И когда человек действительно помолился, прочувствовал эти слова, которые сокрушили его сердце, сокрушили его разум, устремили разум Господу, то в сердце наступила именно внутренняя тишина, то смятение, которое было, оно отступило. Поэтому я думаю, что, да и по сути не то, что даже я думаю, а святые отцы нам советуют, современники советуют, как можно больше практики. Если человек начинает практиковать молитву, то он видит и свои ошибки, и видит, что в некоторых случаях ему хорошо бы изучить тексты молитв, разобрать их, а может быть найти переводы на русский язык, для того, чтобы действительно слова доходили до сердца, не просто касались ума и исходили с языка, а именно чтобы они касались сердца. Поэтому одна из задач новоначального человека, который что-то переступил порог храма, не забивать себя какими-то сложными понятиями, а, наверное, в простоте сердца начать обращаться к Богу. Когда человек в простоте сердца обращается к Богу, то и Господь с ним говорит просто. Когда же мы усложняем свои взаимоотношения с Господом, тогда и Господь отвечает нам более, наверное, сложным характером на всех или иных действиях, и поступков, которые отражаются на нашей жизни. — То есть получается, что перед тем, как человеку приступить к молитве, все-таки нужно взять молитвослов, изучить молитвы, которые там есть, попытаться понять, о чем они, и уже потихонечку просто начать молиться. Или все-таки можно человеку как-то и, может быть, своими словами начать молиться? То есть это вот обязательно условие, что должен быть обязательно для начала молитвослов, изучать его и тогда вставать на молитву? Или как-то вот человек может попытаться, может быть, своими словами помолиться? — Если возвратиться к такому очерку биографическому, лично моему опыту, я помню, когда впервые в руки взял молитвослов, кроме молитвы «Отче наш», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Господи помилуй», в принципе, понять что-то из славянских текстов мне было невозможно. И я помню, каким для меня было мучение подготовка к святому причащению, когда мне необходимо было прочесть на русском языке славянским текстом три канона, последованные ко причастию, а потом еще утренние и вечерние молитвы. И тогда для меня действительно стал выбор, как, сколько причащаться, где, когда. Ведь на самом деле это было большим мучением. Я помню, с меня сходили тысячи потов, прежде чем я подготовился ко причастию. И уже, будучи на литургии, я тоже не понимал тексты литургические, не понимал последования литургии. И это было второе камень преткновения в походе ко причастию. Да еще и литургия была затянута, когда один священник всех исповедовал, потом уже ближе к обеду начиналось причастие. И мы измотанные, замученные уже выходили из храма. И вот это ощущение близости Бога, оно не всегда касалось сердца. Лишь только тогда, когда отдохнешь, возьмешь в руки опять же этот молитвослов и внимательно прочтешь хотя бы несколько молитв, разобрав их и осознав, о чем в принципе говорится. Поэтому, наверное, современному человеку проще начать обращаться в своем сердце. И именно вот это обращение сердца, оно отразилось на таком понятии, как Иисусова молитва. Буквально пять слов. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И этой молитвой современные подвижники, да и подвижники средневековья, древности заменяли, по сути, и вечернее, утреннее правило, и различные молитвословия, и даже бдения совершали ночные путем этой молитвы. Но опять же, да, здесь вопрос именно о том, как мне добиться того состояния души, что, как говорится, меня задело, да, чтобы задело до глубины души. Здесь, опять же, все зависит от искренности, от искренности слов, которые мы возносим ко Господу. Я не видел ни одного человека, который бы обращался к Богу, и его не коснулась любовь Божия. Я не видел ни одного человека, который бы обратился и не получил внутренних ответов. Наверное, это нужно быть совершенно в каком-то отчаянном положении, в поморочении ума, чтобы не заметить, как Господь отвечает в твоем сердце на твои вопросы. Поэтому, да, новоначальным следует начать обращаться к Богу просто своими словами. Вы пришли в храм, подошли к иконе, приложились к иконе, осенили себя крестом, поцеловали икону, и скажите святому то, что действительно необходимо для вашей жизни здесь и сейчас. Обратитесь ко Господу. Пришли ли вы за богослужение, да, помолиться? Вас священник призвал на катехизаторских огласительных беседах, перед венчанием, перед крещением, попросил вас прийти на богослужение хотя бы 20-30 минут постоять, послушать. Не всегда и не все понятно, это ясно. Но мы можем обращаться ко Господу своими словами, мы можем молиться за своих близких, мы можем молиться за дальних родственников, мы можем молиться за сослуживцев, за тех, кто сейчас находится за линией фронта, за тех, кто находится за границей, за тех, кто здесь, сейчас рядом с нами стоит, и, может быть, даже порой нас раздражают. И мы можем помолиться за себя, сказать, Господи, помоги мне. Нет у меня своих сил бороться ни с этим, ни с этим моментом. Помоги мне, Господи. И вот когда действительно Господь дает силы преодолеть себя, как раз к вопросу о молитве людей, только что пришедших в храме, то человек, ощутив эту силу в себе, он понимает, что он Богом не оставлен. И мне кажется, это такой ключевой момент, как раз именно в сердечном нашем обращении к Богу, когда ты ощущаешь эту внутреннюю силу, мужество, и начинаешь преодолевать те или иные барьеры, которые возникают в твоей реалии жизни, в твоем быту, на работе, или же в каких-то иных местах, да даже в твоей же душе. Потому что души на переживаниях-то очень много. Мы постоянно находимся в различных стрессах, в различных переживаниях, в страхах. И чтобы их преодолеть, у нас есть Господь. Он же сказал, «Сыне, дай мне твое сердце». Все. Богу, кроме нашего сердца, ничего не нужно. Не в плане транспортологии, а в плане имена, действительно, нашего духовного созерцания Бога внутри себя. Ведь зачем мы уезжаем на природу, в отпуск еще куда-то, прогулки какие-то устроим? Именно для того, чтобы разгрузить голову и через видимую красоту обратиться к тому, кто эту красоту сотворил. Если мы, конечно, готовы это сделать. Поэтому я думаю, что, да, молитва новоначальных, она происходит именно от созерцания ликов святых, прикосновения к мощам, молитва со свечами, вожжение лампад, воскурение ладана. То есть, внешние атрибуты, они помогают человеку сосредоточиться на небесном. И я и сам тоже, приходя домой в усталости, когда выжигаю лампаду, обязательно стараюсь еще и потребить фимиам для молитвы, то есть, зажечь, воскурить ладан, чтобы сосредоточиться, сосредоточиться на обращении моего сердца к Богу. Потому что ты так же, как и обычный человек, устаешь, ты так же выматываешься, у тебя так же переживания различные, может быть, даже страхи какие-то, проблемы, задачи. Но обращаясь к Богу, ты понимаешь, что действительно в нем ты не просто находишь ответ, ты находишь в нем утешение, утешение сердца. И тогда для меня эта фраза, «Сыне, даме твое сердце» становится очевидной, ясной, понятной. И ты действительно понимаешь, что от тебя хочет Господь. Он хочет только одного – ответной любви. Ведь когда чадо на бедокуре, допустим, уронил бокал, разбил, или вазу разбил, или еще что-то сделал, и зарисовали стены дети, что-то испортили родительское, им страшно. Так и нам страшно подойти к Богу, нам страшно переступить порог храма, нам страшно открыть молитву о словах, потому что там незнакомые слова. Но практикуя именно обращение к Господу, как к своему небесному Отцу, подобно как дети подходят к родителям, говорят, да, мы на бедокурили, простите нас, то и родители, если они адекватны, естественно, обнимут, простят детей, дадут какое-то назидание, но обязательно простят, то есть покроют любовью грех малыша. То же самое и с Господом, мы подходим к Нему, Господь нас покрывает Свою любовью, Он прощает нас, и уже от нас будет зависеть то, как дальнейше сложится наша жизнь. Захотим ли мы Бога пустить в свою жизнь или нет? Поэтому молитва – это как раз и есть зеленый свет для Бога действует в нашей жизни. Хотим пустить Бога в свою жизнь? Начинаем потихонечку молиться. И тогда действительно через ощущение Его, опять же, внутри себя, мы действительно приближаемся именно к христианским пониманиям и молитвы, и богослужения, и богообщения. Ну, таким образом, мы приходим к выводу, что молитва новоначального, она может состоять из Его собственных слов, то есть главное, чтобы эта молитва была от сердца, потому что главное жертва Богу – это сердце человека, его искренность, его желание исправить свою жизнь. Но мы опять же говорим о том, что да, человек может молиться своими словами, слава Богу, здесь греха никакого нет, и главное, чтобы это было искренне. Но мы все равно говорим о том, чтобы человек, опять же, открывал молитвослов и читал заранее написанную молитву. А для чего это нужно делать? Почему человек просто не может всю свою жизнь молиться по наитию? Вот то, что у него на сердце лежит, он все это постоянно изливает Богу, там, утром, вечером, когда встает перед иконами, да или просто мысленно обращается к Богу где-то в любом месте. А для чего тогда человеку вообще, в принципе, молитвослов? Почему нужно читать молитвы, заранее написанные святыми, подвижниками? И вообще нужно ли это делать? Ну, те или иные правила, написанные в молитвословах, та же самая подготовка к святому причащению, утренне-вечерне молитвы, они были составлены именно в силу того, что люди все меньше и меньше занимались своей духовной жизнью. И ограничиваются лишь только посещением богослужения в воскресный день, если мы берем дореволюционную практику. Поэтому, естественно, что молитвословы стали такой дисциплинирующим, стали дисциплинирующим моментом, с одной стороны, ограничивающим человека вроде бы, а с другой стороны, молитвы, которые находятся в молитвослове, они несравнимы с нашим обращением к Богу. Наше обращение к Богу, может быть, это будет звучать очень обидно, но оно примитивно. Поэтому и древняя форма молитвы Иисусовой молитвы, эти пять слов Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, помилуй меня, они родились именно в силу того, чтобы несколько упорядочить, упорядочить наши мысли, наши чувства, сосредоточить их на покаянии, сосредоточить их на поиске Бога. Потому что порой ты берешь молитвослов, открываешь, и вроде бы тексты тебе знакомы, ты уже 20 лет их читаешь, но они сердце не касаются, не трогают. Да, вопрос дисциплины ты выполнил, ты прочел их, подготовился к причастию, к богослужению, но в сердце твоем ничего не произошло. Тогда мы можем действительно обратиться к Богу с глубины сердца. Но из своей практики я могу сказать, что чем дольше я нахожусь в лоне церкви, тем меньше у меня слов для Бога. То есть, наверное, вот когда ты только познаешь Бога, когда ты только ищешь пути подхода к Нему, у тебя очень много слов, у тебя очень много мыслей. Но чем больше ты сосредоточен на Боге, чем больше ты ощущаешь его в своей жизни, тем больше тебе хочется молчать. Отец Андрей, то есть главный момент, который мы можем отметить, что все-таки молитвы святых, которые мы читаем в молитвословии, это именно как образец для нас высоты духовной, образец именно той любви, которую они заложили вот в эту молитву, в эти молитвы. И поэтому мы, соответственно, стараемся к ним обращаться, изучать их и стараемся молиться их словами. Отец Андрей, спасибо большое за беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся в следующий понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова